здравствуйте диагностика кровли то что мы сделали на первом видео мы продолжаем это вторая часть вот это вид сверху то что мы сейчас видим мы видим карнизный свес настенный желоб и кровельные ограждения которые установлены на стоячий фальц это хорошо потому что меньше кровля подвержена пробиванию гвоздями сейчас мы будем опускаться вниз и посмотрим кое-какие моменты которые мы не успели посмотреть заодно здесь сразу можно отметить что кровля сделана одинарный фальц этой кровли и судя по ее изношенности то что появляется здесь вот ржавые такие разводы и участки это говорит о том что этой кровли около 10 лет меньше здесь ранее делали ремонт кровли вот убрали растяжку старую не до конца оставили демонтировали ограждение кровли остались вот такие вот от старых ограждений отверстия сейчас они заделаны сама кровля сделаны из листов метр на два поэтому она гремит сделано слуховое окно кровля от дождя не протекает протекает только когда появляется снег и кровельная протечка находится в районе вот этого лотка разделочного и где находится водосточная труба это где-то метра два-три влево и вправо настенный желоб выполнен по технологии одинарного фальца здесь вот имеется ржавые пятна на кровли это говорит о том что кровля не эксплуатировалась должным образом и не красится вот эти черные остатки вот битумной мастики которые наносятся они тоже служат недолго где-то максимум полгода и видно вот остатки ударов от лома в этих местах здесь конечно требуется ремонт остатки лома видны и на карнизном слезе соответственно это тоже нужно ремонтировать что касается дальнейших действий о этой кровли нам нужно себе четко определить что для того чтобы эту кровлю отремонтировать здесь так как она протекает только зимой от дождя она не протекает соответственно если кровля протекает на карнизном свесе и настенным желобе зимой это говорит о том что здесь стоит снег и вода повышается уровень воды в желобе и все лежачие фальцы они начинают протекать для того чтобы они не протекали делается подкладочный слой так называемый изначально но его изначально не был сделан поэтому здесь происходят зимние протечки какие есть варианты по ремонту во первых нужно заменить карнизный свес и желоб полностью так как в местах ну минимального вот в местах где это происходит протечки но в